В улице Днепра-Бухская в Пинске начала заселяться не так давно. Сирот я ежихаров больше из тех, кто еще только рыхтуется до новоселья. Удавництво тут в самом разгаре. Для этой семьи процесс изведения уластного дома только начинается. В арсенале господаров все необходимые прилады и техника. Все разом немало и гроша укаштует, тому и за захованностью доводится сочить пильно. Все вожу с собой. На прицепчике, туда и назад. Здесь ничего не осталось. Господар дома насупрать так само, все свое с собой возить. Але верить, что при добрых замках, будовництво прилады и наводкаштовную технику можно и у нежилым доме покинуть. Если возможность хорошо закрыть, то закрывайте. Я только так понимаю. Либо охрану. Городские пинские ускрайки за опошние годы разрослись целыми кварталами. Побыть с жилыми домами десятками будуются новые коттеджи. Миновито такие, недобудованные и, как правило, неохованные домы с года в год становятся объектами для наживы злодел. Яны узламывают дверные замки и оттискают шкло пакеты. Схема проникнения отпрацованная. Тому и крадеж одним разом не обмяжовывается. Серое проникнение с узломом и крадежом майомости за несколько дней поспел сдействовать и 37-й годовый мясцовый жихар. Поступил звонок от жителя города Пинска, который сообщил, что в его недостроенный частный дом, про них неизвестный, который похитил имущество, его личное и строительный инструмент. На место происшествия была, естественно, оперативная группа. Пинска провела ряд определенных мероприятий. В дальнейшем, буквально через день, через два, начали поступать обратно звонки от жителей города Пинска, что все-таки в частном секторе, в застройке частного сектора, начал орудовать какой-то преступник, который похищал в основном электроинструмент и личное имущество граждан. До своего затримания пинский домушник поспел сдействовать целую серую крадежу. На допыте признался в пяти эпизодах. Беспрационный и ранее осудженный за аналогичное злочинство злотень не гребывал навод ежей, а лео-приоритет брав электроинструменты. Похищенное имущество сбывал своим знакомым за цену гораздо ниже, чем реально стоят эти вещи. Частку краденого владельникам смогли вернуть. Зараз аматор худкой наживы находится под варты в чекании суда. Згодно с артикулом 205 часткой Другое криминального кодекса Беларуси, я хочу, кае покаранне у выглядзе позбавления воли до семи годов. Татьяна Будгусаим, Людмила Салтин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания Брест.